приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы вот этот замечательный чеснок уже вот такой большой это сорт любаша в принципе любой сорт чеснока вот такой он не сразу становится а для того чтобы получить такой нужно начинать вот с этих чесночков мы уже рассказывали показывали как мы из семян выращиваем чеснок вот он у нас оставался в мы собирали его я вам сделаю сносочку покажу сейчас кусочек что было важно как срезать и чтобы сохранить чеснок и в то же время получить хорошие семена я срезаю не здесь где листья а срезаю вот отпускаю чуть-чуть вот здесь смотрите тут вот как раз плотная такая вот я сейчас режу вот плотная очень плотная плотная сейчас вот сок выходит и вот это вот эта часть еще остается в земле здесь достаточно питательных веществ для того чтобы к вот этим к этой части к самому чесноку пойти но вот сейчас вот очень важно получить хорошее качественное потомство это здесь заложено очень большое важное потомство их много здесь воздушных луковичек именно в этой части и вот эта часть вот здесь сантиметров где-то 15-20 получается и я не просто так вот этот чеснок втыкаю в землю я конечно глубина вот заделки вот этих до 7 сантиметров самих стрелочек сейчас одну вытяну вот видите 5-7 сантиметров и просто напросто втыкаете и присыпаете земелькой плотненько зажимаете и вот так в ямке вот они у меня этот сорт везде весь здесь находится по моему уже теперь или показать просто вот здесь была такая подушка и земле питательные вещества и водичка все это было в нужном количестве и видите еще зелененький как раз хватит для того чтобы созрели вот эти воздушные вот они уже видите какие если я оставлю день-два сейчас снова жара у нас устанавливается они рассыпятся высыпятся и на земле собирать будет невозможно часть урожая семенного очень ценных темян будет потерян да что я буду делать я сейчас вот их так вот вот эти стрелочки над саму ткань складываю аккуратненько потому что они будут уже некоторые сыпется есть другие сорта что уже желтенькие там вообще сыпется поэтому я уже сейчас это дело ускоряю вот они видите какие стрелочки хорошие этот именно качественные семена получается вот уже это даже начал высыпаться вот смотрите да смотрите вот это они высыпаются поэтому я что я делаю я сейчас вот сюда же кстати вот я оставила этот сорт вот он такой вот сейчас он еще держится там конечно чесночок маленький внизу я его оставлю тоже соберу и хочу потом посеять и показать что практически не отличаются вот эти посевы из таких стрелок срезанных и со стрелок которые оставлены но я имею два урожая имею урожай и чеснока и в данном случае вот стрелки урожай будут семян очень ценных а теперь что я делаю я беру вот это аккуратненько завязываю название у меня есть и и отправляю в место где у нас сухо чуть и и и а и и и и после того когда я все 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 вот эти рубашечки сняла отделила от стебля я вот уже имею вот такое количество семян но здесь еще много сухих веществ поэтому я пробиваю если ветра нет то это вот так можно сделать если ветер есть то он тоже помогает и нам нужны вот эти семена уже без вот этой кусочков замечательно ветерок пошел без кусочков одежки их не рубашечки той в которой они находились до момента вот этого предпосевного я завязала была собрала в тканенные мешочки такие вот эти все чесночные стрелочки когда они стали вот засыхать чтобы не рассыпались я их вот так собрала в эти мешочки подписала подвязала и хранила в сухом прохладном месте сравнительно прохладном не на солнце это сарай сухой и вот сейчас уже перед посадкой я его только открываю получается что все семена сохранились хорошо в этой одежке вот такая красивая одежка рубашечка хранила и и они все практически ничего не высохла если бы хранила где-то так раз вот рассыпала бы сразу же и хранила бы в открытом просто пространстве то очень много было бы высохли бы зернышки а так почти даже маленькие зернышки они все полные они созрели дозрели они были со стрелкой материнской и эта стрелка отдала им все 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 и питательные вещества и хранила их до момента посева ну а затем чтобы мы сегодня будем сеять и расскажем и покажем как мы это будем делать но и сегодня тоже вот хочу показать промежуточное вот звено когда вот должен появиться вот такой чеснок промежуточное звено если вот вы мы сеем вот такие семена на следующий год получим вот такие однозубки вот крупных самых крупных однозубков получится уже головка а вот с мелких еще будет однозубка из той однозубки уже на третий год мы получим солидную такую основательную головочку чеснока ну что ж приступим к посеву то есть к началу вот этих головок я сею в знаке козерог сегодня 22 октября сею раньше в октябре у нас юг украины одесской области и вот именно эти я семенные чесноки я сею раньше а саму посадку уже чеснока взрослого провожу и этого чеснока уже в ноябре так как смещение временных прошло пришло уже происходит при переходе эпохи из эпохи рыб в эпоху водолей смещение времен года и на два месяца почти что это смещение идет поэтому вот такие есть сейчас у нас переносы всех посевов и посадок и так сегодня 22 я сею сегодня вот этот семенный чеснок в саду в середине между рядами деревьев делаю вот для этого чеснока семенного вот такую площадочку сантиметров 20 где это шириной и глубиной сантиметра 3 вот выравниваю вот это получается площадка такая вот видите вот она и с этой стороны вот эта часть мне как раз пригодится для того чтобы укрывать семена но сейчас будем поливать хотя дождики были влага и земля но ее очень мало а теперь беру марганцовку развожу фитоспорин у меня закончился как-то резко не хватило но ничего я использую в данном случае выход нашла марганцовку развела и делаю такой розовый цвет марганцовки перемешиваю видите какой цвет красивый и слегка вот эту площадочку поливаю не заливая а поливаю вот так посеяла семена чеснока густо но так надо а между сортами чтобы вот всегда значок какой-то ставишь и он теряется а здесь рожь и вот так весь ряд все подписан все определено что где будет расти а теперь будем засыпать земелькой аккуратненько нужно засыпать слоем 2 сантиметра рядочек берем аккуратненько земельку вот отсюда с этой стороны для этого я делала площадочку чтобы можно было потом вот эту сторону земля была подготовлена за три недели была вспашка земля уплотнилась был дождь один вот вот так вот получается у нас эта площадочка таким образом весь посев и дальше тоже вот таким образом широкая площадочка легко будет потом обрабатывать вот с этой стороны теперь убираем и получается 2 сантиметра у нас покрыты семена чеснока ну что ж раиса горяченко александр воля прощается с вами до новых встреч в новых видео пока пока будьте здоровы и а и и и и и и и и